Мой товарищ на днях просматривал архивы ЧКТРК и нарвался на очередную вопиющее лицемерие Кадырова. Вообще очень забавно бывает смотреть задним числом съемки пяти-шестилетней давности высказываний Кадырова, то, как он противоречит сам себе, то, как он переобувается на лету, то, как он заставляет отвечать, извиняться за какие-то проступки одних людей, но затем за те же самые проступки прощает близких себе людей. И вот это один из таких примеров. Давайте посмотрим отрывок того, что говорил Кадыров шесть лет назад по поводу аварии и того, как моллы кадыровские идут и просят простить убийцу, если в результате ДТП кто-то погиб. Отдельно глава Чечни говорил о том, что закон должен быть один для всех. Человек, совершивший противоправное действие, не может рассчитывать на чье-то сочувствие. За него не должны заступаться ни религиозные, ни общественные деятели. Продолжение следует... Кадыров порицает своих молв и запрещает им идти и просить простить виновника ДТП, в результате которого погибли люди. Он говорит, если человек совершил нарушение и в результате его нарушения произошло ДТП, погибли люди, у нас, говорит, мулы потом идут и начинают там плакать, простите, мол, этого человека ради Господа, ради своих святых и так далее. Не надо, он говорит, просить прощения. Если он нарушил и в результате его нарушения погибли люди, то пусть он отвечает перед законом. Но буквально в 1918 году, когда его двоюродный брат по совместительству глава Шалинского района Турпал Али Ибрагимов совершил ДТП, в результате которого погибла целая семья, муж, жена и ребенок. Он летел на бешеной скорости, совершил ДТП, погибла целая семья и просить о том, чтобы его простили, пошел приближенный к Кадырову Адам Шахидов. Вот эти кадры, кадры того, как они пришли к родственникам погибшей стороны, а вот эти вот стоят, это тоже Кадыровские мулы, только они с той стороны, это родственники погибших этих людей. После вот этих слов, где он порицает и говорит, что ни в коем случае нельзя, не идите, говорит, не просите, пусть отвечает по закону. И после этого отправляет своих же приближенных, своих карманных мул, а также на ту сторону тоже отправляет своих карманных потомков, этих своих шейхов суфийских и так далее, чтобы они замяли этот вопрос. То, что он порицал несколько лет назад, то, что он запрещал своим мулам несколько лет назад в отношении обычных людей, неприближенных к Кадырову, ни его родственников. Как только это коснулось его родственника, то это стало не только дозволенным, но и обязательным. Также обратите внимание, что он говорит по поводу, опять-таки, пять лет назад, он говорит по поводу превышения, превышающих скорость на дороге. 60 с лишним тысяч, он говорит, нарушений скоростного режима. Это люди, которые не имеют ни чести, ни совести, ни достоинства. Отвратительные люди. Вот по повине таких людей у нас умирают ни в чем не повиненные люди. Но когда по повине его двоюродного брата, который превысил скорость, и в результате его этого нарушения, превышения скорости, он влетел в зад в машине «семерки» ВАЗ-2107, влетел ей в зад и убил трех молодых людей, молодую семью, Кадыров не то что не высказал отношения него вот этих слов, что это человек без чести, без достоинства, вообще недостойный. Нет, он его даже не уволил с занимаемой должности, с должности главы района. Торпол Али Ибрагимов по сегодняшний день занимает должность главы Шаринского муниципального района. Вот он, кстати, на фотографии обнимается с Кадыровым, со своим двоюродным братом. Вот такие вот лицемерные двойные стандарты, двойные подходы Кадырова. Поэтому, когда он что-то говорит на эту тему, когда он кого-то порицает, когда он говорит кого-то наказывать за какие-то преступления или проступки, вы имеете в виду, что его родственники, его близкие, люди из числа его прихвостней, приближенных к власти, их это не касается. Этих людей не будут наказывать, их родственников не будут выселять из республики, ни на кого из них не возбудит уголовное дело, ничего подобного не будет. Если кто не видел эту историю с убийством молодой семьи двоюродным братом Кадырова, то позже я выложу, вы увидите здесь подсказку, или в конце этого ролика будут ссылки, по которым вы сможете перейти. Посмотрите, ознакомьтесь, насколько бесстыдно они подходили к отмазыванию своего двоюродного брата. Как сначала МВД Кадыровская заявила, что вообще его не было за рулем, что, мол, за рулем сидел какой-то его родственник, троюродный брат этого Турпола Ли-Ибрагимова. Затем, когда стало очевидно, что отмазать его не получится, вдруг это сообщение с сайта МВД убрали, вместо него повесили другое сообщение, что да, дескать, он там был, но вопрос уладили. Потом поехал этот Шахидов, они там показали по местному ТВ, как они их прощают, там друг друга признаются в любви Кадырову все вместе. Затем Кадыров выступил и сказал, что, мол, я поручил провести там судмедэкспертизу, не был ли он пьян, но это же ложь наглая. Как он мог провести судмедэкспертизу человека, которого МВД объявило вообще не участником ДТП? Как его могли проверить на наличие в его крови алкоголи, если по версии МВД его даже не было на месте ДТП? Он не сидел за рулем этого автомобиля. Он на тот момент вообще находился у себя в селе по версии МВД. Это все очень смешно. Перейдите, посмотрите, освежите немножко свою память. Продолжение следует...